То мы из месяца в месяц смотрим на почти одинаковую статистику стима, то в один месяц все кардинально меняется. С чего я и начну 750 выпуск. На линии недомайнер и здесь мы говорим о железе, играх и технологиях. В статистике платформы стим в марте произошли огромные изменения и настольная видеокарта RTX 3060 заняла место с самого популярного графического ускорителя платформы. Операционная система Windows 11 потеряла значительную долю своих пользователей, а процессоры Intel и видеокарты Nvidia резко нарастили свою долю, в то время как AMD наоборот сдала позиции. В ноябре прошлого года GTX 1060 потеряла звание самой популярной видеокарты Steam, которую она удерживала пять последних лет. Своё место она уступила модели GTX 1650, а теперь её сменила более свежая RTX 3060 на свежей архитектуре Ampere. Следом за ней по популярности по итогам марта идут RTX 2060, GTX 1060 и RTX 3070. И кстати, новые RX 7900 в рейтинге по-прежнему отсутствуют. При этом доля видеокарты AMD резко упала. И если в феврале она составляла 14,9%, то по итогам марта опустилась до 10,8%. Еще количество владельцев шестиядерных процессоров в прошлом месяце выросло на 12,36%. И доля процессоров AMD у пользователей Steam тоже резко сократилась. Если в феврале она составляла 32,8%, то по итогам марта опустилась до всего лишь 23,8%, а Intel усилила свои позиции с 67% до 76%. В сегменте операционных систем тоже произошли серьёзные изменения, и Windows 10, всё это время терявшая популярность у пользователей платформы, в марте резко увеличила число новых пользователей на 11,62%, а популярность Windows 11 на платформе рухнула в марте на 9,65%, другими значимыми изменениями в статистике Steam стала смена лидера по самому популярному языку. И по итогам марта выяснилось, что более половины участников опроса Steam разговаривают на упрощённом китайском языке. Ну и кстати, потерю позиции AMD можно объяснить и ценовой политикой, ведь к примеру Core i5-12400F на Яндекс Маркете стоит ощутимо дешевле 5600X, а систему на его основе можно будет обновить и до какого-нибудь 13600KF. Также тут прям очень выгодно можно взять популярную башню от Be Quiet, которую можно назвать топовой заменой простеньким водянкам. А чтобы всегда быть на позитиве, не забудьте закинуть в корзину вот такой вот микс энергитосов без сахара. Ссылочки на всё лежат в описании. Тайваньский контрактный производитель чипов TSMC получил несколько крупных заказов от компании Intel на производство графических процессоров для видеокарт двух будущих поколений Battlemage и Celestial. Второе поколение графики Intel Arc, имеющее кодовое обозначение Battlemage, будет использовать 4-нм техпроцесс для производства GPU. По данным инсайдеров индустрии, TSMC и Intel готовятся к старту производства графических процессоров на архитектуре XE2 во второй половине 2024 года. И по данным тех же источников, производство третьего поколения графики Arc Celestial на архитектуре XE3 будет осуществляться с использованием техпроцесса TSMC N3X. То есть несмотря на уход главы графического подразделения Раджи Кадури, компания планирует продолжать развивать направление дискретной игровой графики, и Intel видит высокий спрос на видеокарты со стороны геймеров и бизнеса, как сообщает Commercial Times. Еще, кстати, по данным инсайдеров, в конце этого года Intel выпустит обновленные модели видеокарт Arc Alchemist с плюсиком. Дебютировавший в конце февраля процессор Ryzen 9 7950X3D, называемый AMD самым быстрым игровым процессором в мире, оказался крайне ненадежным. Дело в том, что пользователи жалуются на выход процессоров из строя в течение первых дней или недель использования, а жизненный путь проблемных экземпляров 7950X3D выглядит примерно одинаково. Процессор работает несколько дней, потом система самопроизвольно выключается и больше уже не включается. Что наиболее удивительно, это всё происходит при использовании в стандартном режиме, без какого-либо разгона. На реддите уже даже появилась целая тема, посвящённая неудачному опыту использования бракованных 7950X3D. И статистика показывает, что до выхода чипа из строя может проходить от всего лишь 12 часов до целого месяца. Еще важно отметить, что смена материнской платы и других компонентов ПК никак не помогают, а процессоры погибали как на платах с чипсетом X670E, так и с младшим B650. Также один из пользователей реддита рассказал ужасающую историю о том, как его процессор в буквальном смысле сгорел и заодно уничтожил материнскую плату ASUS ROG Crosshair X670E Extreme. В его случае с самого начала были замечены странности в работе CPU, ведь система не позволяла поднять скорость оперативной памяти выше базовой для DDR5. После обновления биоса, драйверов чипсета и прочих манипуляций получилось заставить ОЗУ работать с более высокой скоростью, но всё равно система работала очень странно. По итогу в очередной раз оставив компьютер загружаться пользователь отошёл, а когда вернулся обнаружил систему в выключенном состоянии и причём очень горячей. Попытка включить ПК не к чему не привела, а вынув процессор из сокета пользователь обнаружил, что совершенно новый процессор просто сгорел в области кристаллов ввода-вывода. Но я думаю вы уже видели нечто похожее у викона, поэтому случай явно не единичный и я бы после таких сообщений вообще не советовал бы брать 7950X3D. И будем надеяться что другие модели у красных получились без приколов. Компания AMD и её партнёры в рамках платформы AM5 представили младший чипсет A620 и материнские платы на его базе. И особенностью плат с A620 является отсутствие официальной поддержки интерфейса PCI-Express 5.0 для видеокарт и SSD. Но несмотря на это представленные компанией Asrock платы серии Pro RS имеют полную поддержку NVMe накопителей стандарта PCI-Express 5.0. Все представленные до настоящего момента материнские платы A620 имеют по одному разъёму PCI-Express 4.0 X16 для видеокарты, а также по одному или несколько PCI-Express X1 версий 3.0 и 4.0. Кроме того, большинство из них оснащено только одним слотом PCI-Express 4.0 X4 для NVMe накопителей, хотя сам чипсет A620 поддерживает два таких слота. Как пишет портал VCCF Tech, материнская плата Asrock A620M Pro RS WiFi стоимостью около 100 долларов оснащена двумя разъёмами M.2 и даёт поддержку PCI-Express 5.0. Это было продемонстрировано скриншотами, представленными инсайдерами, и на них видно, что Ryzen 5 7600 работает в паре с SSD стандарта PCI-Express 5.0 от компании CFD Gaming. По данным тестов CrystalDisk и ATTO, накопитель полностью поддерживает PCI-Express Gen 5 X4, а по информации ATTO даже демонстрирует на бюджетной материнской плате заявленную скорость работы в 10 Гбайт в секунду. В разговоре с представителями производителей материнских плат VCCF Tech выяснил, что платы на чипсете A620 действительно могут поддерживать накопители PCI-Express 5.0, но основные ограничения связанные с отсутствием официальной поддержки SSD стандарта PCI-5 на платах с A620 связаны с решением самой компании AMD. Для работы нового стандарта PCI-Express на платах с чипсетом A620 необходима не только соответствие обратным требованиям, но и прошивка BIOS на специальной версии библиотека GESA. Компания ASRock разработала BIOS на такой версии, однако будущие обновления подобных библиотек находятся под большим вопросом. Иными словами, с выпуском новых версий BIOS эти платы ASRock могут лишиться поддержки накопителей PCI-Express 5.0, если так решит компания AMD. Компания AMD и ассоциация GEDEC ведут разработку нового стандарта оперативной памяти DDR5 в виде MR-DIMM модулей. Это модули DIMM с многоранговой буферизацией, которые должны удвоить пропускную способность по сравнению со стандартными модулями DDR5 DRAM. И такая память в перспективе будет применяться в серверных решениях. Концепция MR-DIMM заключается в объединении двух модулей DDR5 и одновременном использовании обоих рангов. Например, при объединении двух модулей DDR5 со скоростью 4400 мегатранзакций в секунду на выходе получается 8800 мегатранзакций в секунду. А по словам разработчиков, для этого используется специальный буфер данных или мультиплексор. По сути, представленная технология может заменить собой CXL или HBM. При этом она является более универсальным решением для увеличения энергоэффективности под системы памяти, нежели другие методы. Изначально планируется представить версию Gen1 с возможностью работы на скорости 8800 мегатранзакций в секунду, затем будут представлены версии Gen2 на 12800 мегатранзакций в секунду, и более в отдалённой перспективе, возможно после 2030 года, будет представлена версия памяти MR-DIMM Gen3 со скоростью передачи данных 17600. Другими словами, если я правильно понял, в таком подходе объединяются два ранга в один, что даёт удвоение скорости, но пока это делается только для серверов. Исследовательская компания New Zoo проанализировала аудиторию фэнтезийного ролевого экшена Hogwarts Legacy в месяц релиза, и пришла к выводу, что среди неё на удивление много пользователей из России. Как стало известно, Россия оказалась на четвёртом месте в топ-5 стран по количеству активных пользователей Hogwarts Legacy в феврале, опередив Францию и уступив США, Германии и Великобритании. Фишка в том, что Hogwarts Legacy официально в России не продаётся. Однако, как отмечают в New Zoo, игроки находят изобретательные способы доступа к проекту. В общем, шалость удалась. Ещё интересно, что в целом около 68% активных пользователей играло в Hogwarts Legacy на ПК, 23% на PS5 и 9% на Xbox Series. А среди всех владельцев PS5 игру запустили 19%, что самый высокий показатель среди платформ. Портал VZCFTech обратил внимание, что аналитический сайт CSGO Case Tracker почитал, сколько кейсов открыли игроки сетевого шутера CSGO за март месяц, то есть за месяц анонса Counter-Strike 2. Сообщается, что за март игроки CSGO открыли почти 39,5 миллионов кейсов, потратив на это суммарно около 98,7 миллионов долларов. А особенно большой скачок пришёлся на 22 марта, то есть на день анонса CS2. С выходом Counter-Strike 2 от кейсов Valve отказываться не собирается. И более того, студия уже подтвердила, что все косметические предметы пользователей перекочуют с ними в новую версию игры. А журналисты VZCFTech полагают, что мартовский рост количества открытых кейсов за месяц стал следствием грядущих больших перемен, и геймеры запасаются товарами в преддверии неминуемой встряски внутриигровой экономики. И на этой же новости сегодняшний выпуск подходит к концу, поэтому хочу сказать большое спасибо, что досмотрели его до конца и надеюсь вы уже подписались на мой канал. Также хочу сказать огромнейшее спасибо всем, кто финансово поддерживает канал через подписки и донаты. До скорого, друзья.